Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте! В эфире телекомпании «Обнинск ТВ Новости» В студии Дарья Человекова главные темы сегодня По региональной программе в Наукограде продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов Обнинские ученые создали альтернативу донорской крови Препарат будет доступным, а переливание возможным даже в полевых условиях, уверяют разработчики А теперь подробнее об этих и других событиях города и региона Обнинские ученые продолжают работу над уникальным препаратом, который сможет стать альтернативой донорской крови А именно обеспечить полноценную замену эритроцитов На днях проект «Кровизаменитель» был представлен в Сколково и допущен к защите Авторы разработки надеются получить грант, с помощью которого они планируют завершить исследование В лаборатории, где производят искусственную кровь, побывала Екатерина Замахина В отличие от живого донорского материала, который требует множества анализов и специальных условий хранения Универсальный полигемоглобин, разработанный в Обнинске, лишен таких недостатков, как инфекции и совместим со всеми группами крови Препарат успешно прошел вторую фазу клинических испытаний И сейчас готовится к очередному этапу исследований Наш препарат является переносчиком кислорода, с помощью него возможно переносить кислород эшемизированным участком органа Простая искусственная кровь и в применении, высушенная в виде порошка, она хранится в обыкновенном стеклянном флаконе В зависимости от назначений врача, препарат соединяется с определенной дозой растворителя и вводится в организм пациента В качестве сырья для производства полигемоглобина служит очищенная кровь крупного рогатого скота Вообще это сырье используется, выкидывается, когда происходит забой животным А у нас мы его используем для создания нашего препарата Дальше в рамках всей непосредственной технологии происходит несколько процессов В первую очередь это доочистка, далее мы собираем эритрициарную массу, вырезаем тот гемоглобин, который необходим, который безопасен для людей И очищаем его от различных инфекций и леофилизируем, получается, наш препарат В сфере разработки кровезаменителей обнинцы в буквальном смысле впереди планеты всей За рубежом подобные препараты есть, к примеру, в США Однако опнинский крунедон имеет ряд преимуществ Сухая форма и совместимость с растворителями позволяют использовать препарат в полевых условиях Чем не могут похвастаться конкуренты Нашим препаратом на данный момент заинтересованы очень сильно Министерства обороны И именно совместно с ними мы собираемся проводить вторую фазу клинических исследований Если работа над препаратом будет продолжаться в том же темпе, искусственная кровь из Обнинска Выйдет на российский рынок уже в конце следующего года Правда, сначала в форме препарата для животных В больницах для людей крунедон появится через несколько лет Которые уйдут на завершение клинических испытаний и получение соответствующей лицензии 3 июля представители парка активных молекул презентовали ветеринарную версию кровезаменителя в Сколково В случае успешной защиты проекта обнинцы смогут рассчитывать на грант Который поможет усовершенствовать технологию и провести необходимые клинические исследования Екатерина Замахина, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ В Наукограде продолжается ремонт фасадов четырех домов, расположенных на улицах Менделеева, Осипенко и проспекте Ленина Подрядные организации, выполняющие работы, были определены на конкурсной основе О том, как продвигается выполнение ими договорных обязательств Рассказала начальник управления городского хозяйства администрации Обнинска Анна Еремина Капитальный ремонт многоквартирных домов в Наукограде проводится на основании сформированной региональной программы На 2014-2043 годы, утвержденной постановлением правительства Калужской области В Обнинске запланировано произвести ремонт четырех домов, расположенных на улицах Осипенко, Менделеева и проспекте Ленина Общая стоимость работ составит более 16 миллионов рублей У подрядчика уже есть первые результаты Выполнен капитальный ремонт фасада дома номер 2, дробь 1 по улице Менделеева Производились работы, общестроительные работы, ремонт балконов, как мы видим с вами Ремонт козырьков, устройства козырьков Ремонт ограждений балконов Цоколь был отремонтирован, стены были отремонтированы Была окраска произведена, ремонт штукатурного слоя И постарались максимально сохранить исторический облик архитектурный данного здания Сейчас в доме 2, дробь 4 по проспекту Ленина ремонт идет полным ходом Анна Еремина отметила, что администрация города не является техническим заказчиком капитального ремонта Фонд капитального ремонта самостоятельно осуществляет все работы В том числе и контроль за проведением капитального ремонта на территории города Обнинска Но при этом администрация города Обнинска тесно сотрудничает с представителем фонда капитального ремонта Решаем все возникающие вопросы, а также тесно сотрудничаем с нашими жителями Поскольку у жителей много возникает вопросов, начиная от принятия решения о проведении капитального ремонта По тем или иным видам работ до момента сдачи дома в эксплуатацию Анна Еремина уточнила, что ремонт ведется не только в фасадах зданий В одном из домов будет отремонтирована и крыша О событиях, вошедших в хронику происшествий последних суток, расскажем в нашем следующем сюжете Утро 11 июля началось дорожно-транспортное происшествие, случившегося во дворе на проспекте Ленина Водитель, управлявший автомобилем марки Volkswagen, выезжал задним ходом и не заметил припаркованный за ним Nissan Обе иномарки получили довольно серьезные повреждения В 9.00 авария произошла в деревне Белкино По словам владельца РНО, при выезде с территории жилого комплекса на главную дорогу из-за установленных неподалеку дорожных знаков, мужчина не заметил самосвал МАН Водитель большегруза, оценив ситуацию, попытался уйти от столкновения и вывернул руль левее Выехав на полосу встречного движения, но удара избежать не удалось На счастье водителей встречная полоса была свободной и это помогло избежать жертв Медицинская помощь участникам ДТП не потребовалась В 14.30 на 98-м километре Киевской трассы в результате этого дорожного происшествия пострадало животное Водитель Nissan двигался в сторону областного центра в правом ряду Со слов мужчины, он ехал с небольшой скоростью и неожиданно с обочины на проезжую часть выбежала собака От удара животное выбросило в кювет Владелец иномарки съехал на обочину и хотел найти пострадавшего Но виновник случившегося, видимо, сбежал с места ДТП В Обнинске около 16.00 на перекрестке улиц Курчатова и Королева Дорогу не поделили Тойота и микроавтобус марки Форд Как пояснил ситуацию, владелец легковушки Он двигался по второстепенной дороге И на перекрестке подумал, что микроавтобус его пропускает А после чего он начал движение Но произошло столкновение Как оказалось, водитель Форда просто притормозил перед искусственной неровностью Буквально через 20 минут на южном въезде в город Перед тоннелем столкнулись еще две иномарки Лексус и Форд Возможно, что причиной ДТП стало обычное несоблюдение дистанции Участники происшествия не пострадали Разбавила череду дорожных происшествий купюра с признаками подделки Которая поступила в одно из отделений банка, расположенного на проспекте Маркса Фальшивка номиналом 1 тысяча рублей была среднего качества И поступила из магазина, расположенного в Калуге Сотрудники АБ поизъяли купюру и отправили ее на экспертизу В 17.00 поступило сообщение, что из одного из окон пятого этажа многоэтажки На проспекте Ленина идет едкий дым По предварительным данным, в квартире владельца ведущего о социальный образ жизни Произошло возгорание матраса, который он сам локализовал еще до приезда пожарных Спасатели устранили задымление в доме В настоящее время сотрудники пожарного надзора устанавливают причины данного происшествия О пострадавших не сообщалось Дарья Человекова, Николай Подлепалин, телекомпания Обнинск ТВ Представители Обнинского отдела МВД напоминают гражданам о возможности получения ряда государственных услуг По адресу проспект Ленина 89 В помещении отдела полиции можно получить справки о наличии или отсутствии судимости О факте уголовного преследования, либо о его прекращении А также осуществить добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию У МВД России по городу Обнинску совместно с Общественным советом проводят ряд мероприятий Направленных на популяризацию предоставляемых полицией государственных услуг Общественный совет по городу Обнинску проводит разъяснительную работу с гражданами, с трудовыми коллективами О том, что в МВД города Обнинска, в нашей полиции предоставляются государственные услуги Как это удобно, оперативно, можно получить любую справку в соответствии с перечнем, принятым по законодательству Для получения государственной услуги гражданину требуется предъявить минимальное количество документов Как правило, они имеются у него на руках Большая часть сведений и документов запрашивается через систему межведомственного электронного взаимодействия Федеральных органов исполнительной власти В МВД России по городу Обнинску, который расположен по адресу проспект Ленина, 89 Можно получить следующие государственные услуги Это, например, такие, как получение справки о наличии и отсутствии судимости, либо факта уголовного преследования Либо о прекращении уголовного преследования А также получение государственной услуги по бесплатной добровольной государственной доктилоскопической регистрации Необходимо прийти в МВД России по городу Обнинску в приемные дни и часы У нас это вторник-четверг с 10 до 12 до 4 При себе необходимо иметь ксерокопии паспорта заполненных страничек Заполнить у нас заявление Сроки оказания государственной услуги 30 календарных дней Екатерина Тарубарова отметила, что предоставляются они любому обратившемуся гражданину Вне зависимости от его места регистрации Если гражданину необходима данная справка в более короткие сроки То он имеет возможность обратиться через сайт госуслуги Зайти, зарегистрироваться в своем личном кабинете Заполнить там в электронном виде заявление на получение данной справки В таком случае справка сразу будет готова в течение трех дней В МВД России по Калужской области Гражданин имеет право приехать забрать справку в город Калугу Также при заполнении заявления в электронной форме Гражданин может указать, что желает получить данную справку в МВД России по городу Обнинску Преимущество пользования сайтом госуслуг Сокращение сроков получения требуемых документов И уменьшение финансовых издержек граждан Екатерина Тарубарова напомнила, что за получением государственных услуг Можно обратиться и в один из двух обнинских многофункциональных центров Яна Гончаренко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ На территории городского стадиона труд начался ремонт В планах строителей обновление фасада здания На крыше которого расположены трибуны А также торцевой части, где должен появиться логотип спортивной школы Квант Внимание обратят и на так называемые потрибунные помещения Потолки и стены коридоров покрасят А для того, чтобы косметический ремонт продержался дольше Сюда, на стадион труд, пригласят специалистов по гидроизоляции Перечисленные работы обойдутся городскому бюджету 850 тысяч рублей Как ранее заявлял в прессе директор спортивной школы Квант Николай Платошечкин Возможно, в будущем футбольные болельщики перестанут мокнуть под дождем Над зрительскими местами появится козырек Руководство Кванта также не против восстановить, так сказать, историческую входную группу Которая была построена здесь в самом начале работы стадиона С годами вход со стороны улицы Шацкого потерял свою актуальность Обнинцы стали все чаще пользоваться воротами, расположенными на противоположной стороне Однако сейчас улица Шацкого оживает за счет ведущегося здесь жилищного строительства И, возможно, в будущем у стадиона появится еще один парадный вход В 61-ю годовщину присвоения обнинского статуса города Празднуют жители и гости Наукограда в конце июля Серия событий, посвященных этой дате, начнется уже в следующую пятницу с большого праздника в Старом Городе Традиция проведения которого зародилась в первые годы существования Обнинска В этом году праздник пройдет здесь 21 июля В 18 часов в парке, расположенном за домом культуры ФАИ, стартует концертная игровая программа Гости вечера не только станут зрителями и слушателями, но и учениками мастеров-ремесленников На выставке прикладного и изобразительного искусства будут продемонстрированы замечательные работы Нашей изо-студии Николая Ярославского Будут выставлены работы куклы, замечательные мастерицы аэлиты ландских Потом будут гвозди из Смоленска с кожаными изделиями Будет студия Дед Мазай, это деревянные поделки, деревянные игрушки Вышивка из лент представит Екатерина Зыбайла И текстильные куклы представит Светлана Каменская И много других Что примечательно, с нами всегда работают очень тесно на этом празднике ТОС «Старый город», библиотека «Старый город» и наши замечательные литераторы Уличный концерт с участием городского духового оркестра От сабли барабанщиц Вивы и других коллективов завершится в 8 часов вечера В это же время в Большом зале Дома культуры ФИ начнется выступление солистов Воронежского театра оперы и балета Александры Добролюбова и Кирилла Афонина В этот же вечер для всех желающих будет организован квест на тему историй Старой части Обнинска О других событиях, вошедших в программу празднования Дня города Мы расскажем в следующих выпусках новостей на телеканале Обнинск ТВ Не пропустите, чтобы знать, куда идти за хорошим настроением И это все, о чем я и мои коллеги хотели вам рассказать сегодня Напоминаем, программа новостей выходит на телеканале Обнинск ТВ по рабочим дням в 19.00 Выпуск программы также размещается и на интернет-сайте телекомпании И на наших страницах в социальных сетях А я желаю вам всего доброго и прощаюсь до завтра Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»